Хотел бы рассказать о той деятельности по отдельным сферам нашей работы, которую мы провели в истекшем периоде 2016 года. Так, например, в истекшем периоде 2016 года прокуратура Кашхабльского района значительное внимание уделялось соблюдению хозяйствующими субъектами законодательства о защите прав потребителей и реализации товаров и услуг. Такие проверки проводились на постоянной основе, в них принимали участие специалисты самых различных контролирующих органов. Проведенными проверками, следует отметить, были охвачены практически все торговые точки, имеющиеся на территории района, в том числе и аптеки. Также следует отметить, что, к сожалению, деятельность практически всех хозяйствующих субъектов, которые занимаются и заняты в сфере реализации товаров и оказания услуг, сопровождается у нас значительными нарушениями прав потребителей, либо нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. Например, при проверке правил реализации алкогольной продукции выявлялись факты на отсутствие на спиртосодержащих товаров соответствующих акцизных марок, сопроводительных документов, выявляясь многочисленные нарушения правил хранения спиртных напитков, но это в большей степени относилось к пиву, а также случаи нахождения в продаже такой продукции с просроченными сроками годности. Практически аналогичные нарушения были выявлены при проверке реализации продуктов питания. Как я уже отметил, имело место продажа продуктов питания с просроченными сроками годности. Это, как правило, была продукция молочной промышленности. Творог, сыры, масло и т.п. В отдельных магазинах были обнаружены продукты, на которые вообще не имелось никаких сопроводительных документов. О свойствах таких товаров в сроках его годности покупателям оставалось только догадываться. Отмечались проверки и такие нарушения, как совместное хранение в холодильных витринах товаров, которые должны храниться отдельно, например, свежие рыбы и мясо. Также проверки показали, что если в отдельных магазинах уделяется достаточно большое внимание соблюдению санитарных требований и поддержанию магазина в нормальном состоянии, то в отдельных магазинах эти правила полностью игнорируются. Так, например, в одном из магазинов села Вольно, это был небольшой магазин, при проверке было отмечено, что магазин длительное время не убирался, значит, о чем свидетельствовали следы паутины на окнах, значит, в осветительных приборах была масса насекомых, которые давным-давно умерли и давным-давно их оттуда никто не убирал. Следы были загрязнения в холодильных витринах, а также, значит, было обнаружено то, что овощи, они просто хранились на полу, они в неодлежащих ящиках. И при том, значит, хочется отметить, что несмотря на все это, значит, в магазине шла достаточно буйкая торговля, люди не обращали внимания, заходили, покупали понравившиеся им товары. Вот, я считаю, что в этой ситуации нужно было все-таки покупателям уделять больше внимания таким вот вещам. И хочется отметить, что все продукты неодлежащего качества с просроченными сроками годности, они по итогам проверки изымались либо самим, значит, руководством магазина снимались в торговле, либо изымались теми лицами, которые участвовали при проведении проверок. Кроме соблюдения правил реализации продуктов, проверялось правило реализации продукции легкой промышленности, одежды, товаров и товаров различного хозяйственного назначения. Здесь наиболее распространенным нарушением была продажа товаров без сопроводительных документов, информации о самом товаре, его свойствах, характеристиках, а также информация о производителе. Все эти сведения до покупателя не доводились, в общем-то было непонятно, откуда эта продукция появилась, кто ее изготовил, соответствует ли они там каким-то санитарным требованиям, не вредна ли она для здоровья, вот, и так далее, значит. Ну и наиболее таким распространенным нарушением в сфере торговли также является неправильное оформление ценников, но в большинстве магазинов было отмечено, что ценники оформлены не в соответствии с требованиями правил торговли, значит, на них отсутствует необходимая информация о товаре, значит. Более того, значит, ценники не приводились к единому знаменателю, что являлось нарушением административного законодательства. Ну а также, значит, в ряде магазинов, ну, были выявлены тоже общие такие нарушения, когда, значит, до сведения покупателя не доводилась информация о названии магазина, об ответственном лице, который отвечает за содержание данного магазина, режиме работы, а также иные сведения, которые прямо указаны в законе о правах потребителей. Значит, помимо, значит, проверки хозяйствующих субъектов, которые заняты в реализации продуктов питания, а также продукции легкой промышленности, проверка проводилась у нас в реализации таких специфичных продуктов, как лекарства, то есть по аптечной сети. Следует отметить, что, значит, в отдельных аптеках были выявлены факты, когда, значит, там отсутствовал необходимый минимальный набор лекарственных средств, ну а также имело место нарушение определенных лицензионных требований. Значит, все эти нарушения не остались незамеченными прокуратурой района, все лица, которые должны были следить за состоянием своих магазинов, за состоянием и соблюдением санитарного законодательства, правил торговли, они все были привлечены по различным статьям к административной ответственности. Настоящий момент, значит, сейчас трафов уже уплачено. Но хотелось бы обратиться к покупателям. Дело в том, что приобретение товаров, особенно продуктов питания, это достаточно, скажем так, ответственный шаг, так как впоследствии после приобретения товаров и продуктов питания належащего качества могут появиться различные заболевания и соответствующие тяжкие последствия. Поэтому будьте бдительны, обращайте внимание на сроки годности товаров, на ту информацию, которая предоставляется в магазинах, о характеристиках данного товара, обращайте внимание на внешний вид торговых витрин, обращайте внимание на состояние самого магазина. Я думаю, что данная информация и данные наблюдения будут вам, скажем так, не безинтересны. Я думаю, что лучше отказаться от приобретения товара в магазине, который, собственно, выглядит не очень хорошо, в котором имеются следы загрязнения, в котором длительное время не проводилась уборка. Потому что это может нанести непопромиловый бред как здоровье посредственно вас, так и ваших близких, которые будут в последствии данные товара употреблять. Это касается и продуктов, и спиртных напитков. Это можно отнести частично и к предметам одежды и различным предметам хозяйственно-бытового назначения. Поэтому проявляйте бдительность, пользуйтесь своими правами, которые указаны и перечислены в законе о правах потребителя, обращайтесь в соответствующие контролирующие органы. Я думаю, совместными усилиями в этой сфере можно будет навести порядок и можно будет добиться того, чтобы нам предоставлялась продукция, товары и продукты надлежащего качества, соблюдение всех необходимых требований и сроков годности, а также, чтобы было приятно в любой магазин зайти и купить нам понравившуюся нам вещь. Поэтому, значит, хочу всем пожелать бдительности, крепкого здоровья и поздравить всех с прошедшими.